Умный человек не делает сам все ошибки, он дает шансы другим. 20 апреля 2016 года, 17 часов 45 минут по торговскому времени, и в эфире 500-й подкаст от Канадского Лося и компаний. Сам собрал, сам сижу. Добро пожаловать в очередной подкаст от Канадского Лося и компаний. Мы уже прогреты. Да, на улице очень тепло сегодня было. О, я так же внутри. Нет, я еще только начинаю. Вот, а для новых слушателей вы попали в познавательный... В познавательный развлекательный подкаст. В котором мы не принимаем пилюли, не рекомендуем наркотики, ведем только... Здоровый образ жизни. Да, вот, поэтому мы вам будем помогать вести здоровый и счастливый образ жизни тоже. Вот, поэтому оставайтесь с нами. И вы услышите очень много познавательных о здоровом образе жизни. И не только. А еще так же, как самогулировать Канаду, заработать миллион долларов, стать YouTube-знаменитостью... И много-много-много ничего другого. Вы можете спросить нецелесообразный вопрос, а почему вы до сих пор не YouTube-знаменитости? А потому что мы знаменитости в подкастинге. И у нас уже есть миллион долларов, просто мы об этом вам не рассказываем. Нам YouTube вообще нафиг не сперся. Да. Слишком много работы. Зависит очень плохо. Да, слишком много пиара. Мы вообще не любим так, чтобы нас на улице узнавали все такое. Мы очень скромные люди. Очень. Вот встаем, идем на работу, поработаем, едем домой. У нас образ жизни, как у всех других людей. Но мы знаем секреты жизни. И в этом 500-м выпуске мы их вам раскроем. Так. Что там нового? Давай. Вводного ничего нет. Если честно, я сделал пару объемений по поводу ввода, по поводу веб-сайта. И вообще, дорогие товарищи слушатели, я знаю, что среди вас есть талантливые и умные люди, которые хотят помочь подкасту. У меня в последнее время намечается совсем напряг со временем. Совсем-совсем-совсем. Я еще до конца не уверен. Поэтому ничего конкретно говорить не буду. Но у меня что-то намечается. Что-то интересное. Может быть. И люди, ну, есть пара моментов, которые стоит попросить, чтобы, значит, пожалуйста, пользуйтесь веб-сайтом, заходите в обсудить, присылайте новости. У меня в последнее время совсем нет времени искать новые новости. То есть я там периодически захожу, что-то читаю. Но у меня нет времени каждый день по 10 статей читать и выбирать из них, что обсудить, что не обсудить. Поэтому это раз. И второй. Давайте как-нибудь уже немножечко работать над сайтом. Некоторые рубрики выглядят как полный Г. Поэтому давайте, я не знаю, у нас столько веб-дизайнеров и всего остального. Почему просто не сделать что-нибудь красивенько, а? Так что пишите, если что, мне или снайперу, или обоим. Давайте двигать. Ну, неприятно уже смотреть на этот сайт. В смысле не на сам сайт, на некоторой странице на этом сайте. Так что давайте. Ну, вот-водно. Окей. Ну, что, перейдем на неделю? Да, можно на неделю. Почему бы и нет? Подожди, а что было на неделю? Помню, что было. Да? Так, подожди. Давай ты начнешь, потому что я нифига не помню. Ну, начнем тогда с сегодняшнего утра. Сижу я в машине, где-то в 6.30 утра, и звонит телефон. Смотрю, думаю, американский номер. Кому для этих, для радиолюбителей слишком рано. Вот, отвечаю. Звонит один из моих начальников. Женя, ты где? Я говорю, в машине, грею. У нас проблема. Ты через сколько на работе будешь? Полчаса? Конечно, через полчаса мы не приехали, но это мелочи. Ну, мы приехали минут через 45. Да. Хотя, не, 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 чувак. 6.30, мы через час там были. О, как это. Да. Ну, пока машина прогрелась. Да, пока за кофе заехали туда-сюда, пока постояли на границе. Да. Ничего. Главное, что он знал, что я в рабочем состоянии уже через полчаса. Я уже решаю его проблему через полчаса. Да, кстати, не, кстати сказать, перед тем, как мы туда зашли, когда-то пошел его искать. Я пошел обратно и не видел, как он из нашей комнаты вышел. Вот. Прямо перед тем, как я туда зашел. Я так и думал, что там носицы, наверное, всех уже поставил. Вот. Да, в общем, выкатили мы очередную новую фичу в нашей замечательной программе. Вот. И оказалось, что эта фича везде работает, кроме... Того, где надо. Да. У нас есть один дилершип, который хочет вот прям сразу протестировать. И вот именно в ихнем случае программа не работала. Да. Там был такой, исключительный такой вариант. Да. Исключительный вариант. Ну, вообще, все утро все носились, все бегали, всем позвонили, всех на работу позвали. Все, все, все. Да, даже наш архитектор, блин, на полчаса раньше пришел. Да? Не, не знаю, чего. Часов в девять, наверное. Ну ладно. Ну, я не знаю. Вот. Ну, короче говоря, да. Всех созвали, все починили. Вот. Вот, господи. Потом, потом еще, потом еще одна проблема нарисовалась. Прям вот. Тоже отремонтировали. Ну, все, все, все вышло не так плохо. Ну, сколько беготни, сколько стресса. Народ там... Все, конец планете Земля. О, да, да. Там все, все такие бегали. Я, конечно, не хочу никого напрягать. Я не хочу никого напрягать. Ну, это сегодня можете сделать. Прямо сейчас, смотри, через полчаса. Нет, не можем. Билл только час идет. Ну, тогда через час. Ну, нет. После этого еще надо будет все паковать. Через два? Да. Ждите. Вот. Так что, да, народ... Я надеюсь, что-нибудь хорошее из этого выйдет. Такие вещи, как... Нужно больше денег на дипломент тратить. Надо нам нормальный этот environment поднять. Да ладно. Там дядь Вася соберет все как следует. Он последние 10 лет это собирал. Как зазипует все. У нас профессионалы. У нас профессионал со стажем. Ну, короче, говорят, да, весело. А я, как тот мальчик, все бегло смеялся. А меня просто разбирает от смеха. Я не знаю. Я в какой-то, видимо, момент перестал бояться всех этих лаж, когда выкатывают в продакшн. Вот. И меня просто распирает от смеха. Ничего не работает. Вот хуя. Начальник, да. Начальник говорит, ну, жопа начальник. Я не знаю, почему у меня такая реакция. Просто уже... Это бывает. Это, знаешь, это один из способов самозащиты организма. Ну, как бы... Это когда становится вообще страшно. Офигенно страшно. Некоторые люди начинают смеяться. Да, мне весело было. Я не знаю. Так здорово. Все бегают. Какая-то такая движуха. Да, а я пришел такой. Типа, ну, да, у нас проблема замечательная. А где логи? А мы ваши логи не включили. В смысле наши логи не включили? Ну, как, мы включили для всех остальных, но вот для вашей аппликации... Не, не включили. Да, с логами там, конечно. Ну, окей, включайте логи. Да, окей, коль. Встал такой, пошел, выпурил две сигареты, вернулся, смотрю, Женя идет курить. Пошел еще раз. Женя покурил. Ну, а мы там выяснили методом тыка, что это, да, там, проблема фактически, знаешь, с конфигурацией. То есть не совсем... Хорошо, в конечном итоге оказалась проблема с нашим кодом, но... Если бы конфигурация была бы... Да, если бы они не поменяли конфигурацию, все было бы замечательно. Хотя они проценты, а не центы. Ну, что поделать. Ладно. Ну, это нормально. Потому что... Там эту чуматику никто не знал. Это какой-то, знаешь, черный ящик. Налоги. Какие налоги? А что это такое? Не знаю. Никто не знает. Что такое налоги? Да, хрен его знает. Да. Там какие-то числа приходят, нам их складывать надо как-то. Угу. Как? Да, главное, чтобы складывались как-то так. Да. Вот так. Вот примерно, вот как-то так и вся история. Потому что я прекрасно помню. А что, какие там налоги приходят, чего? Да, не парьтесь, все нормально. Да, никто ничего не знает. Пишите. Написали. Как попросили, так и написали. И смотри, в принципе, если так судить, все прошло замечательно. От стадии разработки на стадию тестирования на девелоперском сервере, на стадии тестирования на тестировочном сервере, на пред-продакшн сервере, все нормально. Мы, знаешь, почти гол забили. Единственное, рухнуло прямо в продакшене. Странно как-то. Да, вот как-то странно. Не то, чтобы, знаешь, им надо было бы по-хорошему в пред-продакшн сервер сливать конфигурацию продакшн. Ну, кому это надо? Серьезно. Ну, кто это такое делает? Да. Действительно. Кто так тестирует, Жень? Да. Мы сразу на пользователях. Чего терять время? Ну. Кто у нас тут бета-тестер? Да, а самое печальное, что у нас получается, что... То есть, все это идет, как идет, а потом просто выкатывается, и если есть ошибка, то нету никакого, никаких правил, никакого процесса, ничего нету. Нам нужно... Потом вы приходите в дилер-шип, хотите купить машину, такая... А что это я переплатил на 2000 баксов? Извините. Это капсул. У нас в системе была ошибка. У меня как бы... Процессы есть на все, кроме додуматься, чтобы не было процессов. У нас есть... У нас есть... Надо выкатить патч. Вот серьезно, вот нашли, нужно выкатить патч. Процесса нет. Давайте подождем месяц. Потому что через месяц мы выкатим все официальные багфиксы. Подождите. Зато сколько у нас процесса на то, чтобы мы документировали, над какой именно фичей работаем. Ох, да! Это хоть отбавляй. Вот как... Процесс, как мы должны документировать то, что мы работаем из дома. Ох, просто километры текста. У нас даже есть процесс на то, где можно курить и где нельзя. Ох, ну это обязательно. А вот выкатить по быстрому патчу? Нет, не можем. Не знаем как. Никто ничего не знает, да. Зато мы софтвердная компания. Yeah, let's go, bitches. Fuck it, we'll do it live. Ну, нельзя. В конце концов, да, мы не знаем, как выкатывать... Ну, вам сразу скажем. Мы не знаем, как выкатывать баги. Мы абсолютно не знаем, как быстро выкатывать. Багфиксы. Да, багфиксы. Нам нужно только начальникам связаться. Если они, начальники, поймут, что это действительно очень срочно, то очень срочно все выкатится. Всех собирают в комнату. Да. Нашу базу данных взломали, истырили все кредитки. Ааа, пора чинить, да. Угу. Да. Это проблема, это действительно проблема. У нас потенциальный удар. Ааа, еще месяц подождет. Он что, и спиздили, нет? Ааа, еще месяц подождет. Не беспокойтесь, все идет по плану. Не беспокойтесь, у нас это запланировано. Да. Починить через полгода. Ааа, так что, ну, сегодня насильно. Это не только сегодня, это еще, по-моему, на прошлой неделе было, там опять. И в принципе, и в принципе все хорошо, если бы не было, не молясь, плачевно. В том плане, что действительно нету процесса, нет никакой подготовки. Ну, ничего нету. Ну, как бы, ладно, там собрались все вместе, все сделали. Вот. Ну, по-хорошему должен быть простой процесс, где выкатываем просто вот фиксы к багам. Ну, нету. А вот, так что. Я не совсем понимаю, как там все это вообще происходит. Ну, ладно. Я на самом деле, скажу честно, последнее время, я реально сдался. Я просто туда уже лезть не хочу. В эту политику нафиг. Там просто проблема в том, что у них, у них, они, компания пытается перестроиться, пытаются перестроиться, и они сейчас пытаются влезать в более, как это, консюмерский рынок. Вот туда пытаются пролезть. Но что они не понимают, что когда, то есть, я, например, давно уже выявил, что есть, в принципе, два рынка. Есть индустриальный рынок и есть, значит... Есть корпоративный, есть этот потребительский. Да. То есть, ну, корпоративный можно и так назвать, да. Я просто люблю индустриальный, но вот в индустриальном, да, это корпоративно, это все очень медленно идет. Все это очень медленно перестраивается, все. Вот. В потребительском все очень быстро, все постоянно идет. Вот они пытаются как-то так вот перестроиться, они, походу, не понимают, что когда происходит... Если мы работаем с потребителями, то есть, надо сразу чинить, а это все, потому что потребители тут же дзинька, все, не хочу. Вот. И они еще это не понимают, не осоздают, не понимают, куда, как надо перестраиваться. Они все еще, вот, менеджеры все еще работают на ментальном уровне, знаешь, вот, корпоративно, да. Вот медленно все, машина поворачивается, но когда этот каток проедет, то все. Закатаем все баги. Да, вот. Как одним махом, вот, через два месяца, все 200 багов, через два месяца, все 200, через два месяца, может быть, три, но точно все баги, может, почти что все, но точно через 4 месяца все баги. Вот, да, и рано или поздно они в эту проблему уткнутся носом, да. А там уже насколько умный менеджер, или они решат, что все вокруг мудаки начнут косить всех направо и налево увольнять, или они умные, поймут, что проблема во мне, наши процессы, существующие в компании, ну, они не работают. Вот, вот, проблемы, проблемы не совсем, знаешь, в отделе разработок, проблемы у меня, что я неправильно веду разработку, вот, мне нужно то, мне нужно все, мне ба-ба-ба-ба-ба-ба. А вот, ну, они просто еще не поняли. Да, не дойдет. Ну, просто занимает время. Когда факапов начнут больше случаться, они... Одно из двух, там, или бошки полетят, или они начнут перестраиваться. Вот, я надеюсь, что... Ты знаешь, тебя меньше. Не, если начинай, я свою личную опыту, если менеджер глупый, и разворачивается, и говорит, что это проблема программистов, проблема разработки, то лучше с компанией по-любому уходить, там делать больше нечего. Не важно, если там начнут даже направо-налево вокруг косить, а ты там один стоишь, и все нормально, потому что ты герой, а все остальные д'Артаньяны. Это уже не важно, лучше уходить, потому что рано или поздно потом на тебя накатят. Где смысл работать? Поэтому, когда они там реально сами не догоняются, что проблема не в программистах, а в том, что они процессы неправильно сделают, что они не могут перестроиться, не могут поменять его сознание, и все. Пора уходить. Вот. Так что, все нормально. Вот. Так что теперь я буду... Мне начальник, один из начальников, походу несколько начальников, сказал, что теперь у меня уже будет... Я буду приезжать на час раньше на выпуск в продакшн-софтах. Вот. На час раньше чего? Чем я сейчас прихожу? Да. Отлично. А, кстати, если на час раньше, чем ты сейчас приходишь, то тебе тогда надо будет отца на новый же тончик. А, точно. Я же не могу пройти меня. Хорошая мысльная. Так, приду и буду по двери тусоваться. Ну, в принципе, рабочее время. По двери тусоваться хочешь. Ну, с одной стороны, с другой стороны ты можешь получить жетончик, мы туда можем вообще приезжать в пять. Да. Так что так. Прокидываешь раз после обеда и съебали домой. Да, страшно становится. Знаешь, у всех обед, а мы домой. Да. Ну, так. Не, по-моему, очень прикольно. Если этот жетончик, ну, ты единоличник. Так я тебе принес. Я же тебе родным думаю. А, да, да. Конечно, я так и понял. Да. А вот. Ну, что там еще веселого? Надумал? Что еще веселого? У тебя там газет. А! Эксбокс пропадает теперь. Что эксбокс? Это такая мелочь. Тут была маленькая тусовка. На выходных с пацанами сидели. Получилось так, что сидим втроем и два эксбокса. Вот. Ну, и Диавр такой сидит такой за моим столом. А у меня тут компьютер, все такое. Но компьютер выключил. Он такой, да, слышь, включи, да, компьютер. Я тут буду смотреть там, типа гайды, да, все такое, типа, на компьютере. Вот. А сидят их двое. И я сижу свой эксбокс рублю. Вот. А они вдвоем сидят по очереди. Этот. Играют. Бандинг оф Айзек. Вот. На этот. На ягарском эксбоксе. Через час. Я в оружие добрался до моего стима. Включил игрушку. Через два. Хм. Он уже в эксбокс даже не играет. Под конец дня такой. Да, чувак. Походу мне надо проапгрейдить мой компьютер. Хе-хе-хе. И все это к тому, что я ему еще полгода назад говорил. Нахрен этот эксбокс. Проапгрейдить компьютер. Будем дальше рубить в компьютер. Ну не-не-не-не-не. А сейчас сидим на эксбоксе. В принципе мало что есть. Во что бы так поиграть. Ну вместе поиграть. Там игры есть. Да. Замечательно. Там. В основном синглплееры. Такие. Не. Call of Duty, Ваня. Call of Duty. А, да. До меня сам на эксбоксе блин, да ебаврис прям. Ну, у тебя есть, да? Я Call of Duty была отжимая. Ох, блин. Ёлки зеленые. Что вы родились со своим Call of Duty? Угу. Не, это, кстати сказать, меня спросили после того, как я там, типа, троим бежим такие. Двое такие забегают там. Из угла начинают там по боссу палить. Я такой, стою такой. Эх, хуйня война, блин. Достал два мяча, подошел в притык, блин. Босса буквально там за 10 секунд, блин, положил. Просто знаешь, стою такой. Там периодически, когда ему достаточно дамаги делаешь, он, типа, падает, это самое, и это, типа, ему ноги подрубаешь, он падает, ему по башке бьешь. Опять ноги подрубаешь, он падает, по башке бьет. Вот. Ну, знаешь, так, только встает, я ему пух, опять, блин, знаешь, выношу эту самую ногу. Он опять падает. Распахиваю. Вот. А эти, блин, там, что-то из-за угла там стояли, стреляли, стреляли, а там фактически вся драка была, типа, только боссы, все, мы практически никого не били. А, смотрят, там, знаешь, на дамагу, так. 78%! Я! Я говорю, что ты так босса так быстро положил, что-то как-то странно. Я говорю, а что там возиться-то? Я раньше стрелял просто так, чтобы прокачать пушку. Понимаете, у меня пушка слабая, надо прокачать. И после этого там еще побегали, и ты говоришь, слушай, чувак, у тебя Call of Duty есть? Нет, там пушки нельзя прокачивать, там не прикольно, там просто стреляешь, как обычно. Кстати, купи Call of Duty. Нахуй. Я поиграю. Купи Xbox. Нет. Xbox. Жень, ты не понимаешь, мы будем вместе играть. В поддельности, но вместе. Я честно скажу, я бы купил Xbox, если бы там говнотени с их интернетом они не развели опять. Если бы они выпустили такой же, как 360, только с апгрейдным хардвером, заходишь и играешь. Вот создал себе аккаунт на USB палке, вот сидишь и играешь. Если бы и так, да. А сейчас нужно логиниться в какие-то интернеты. Мне тут, ладно, все сперлось. Да нет. Ммммм. Кстати, да, правда, блин. Xbox, блин, сделки зеленые. Меня еще, блин, напрягло на выходных то, что... Я пытался там найти во что поиграть сначала, задолбал, как там, заходишь на страницу, список игр, заходишь там, о, игра, посмотреть скриншот, выходишь, блин, со скриншота, и у тебя весь список опять обновляется. И ты опять вверху. Еб твою налево, где я там был? Кстати, Маня, купи себе Apple TV, а? Такое говно, блин. Будем играть вместе во что-нибудь. Что? Одно время ты играл в этот, какой-то, где у тебя там на ладонник, наручонник, который этот. Monster Hunter? Да, как она называется, эта фигня. В 3DS? Да, вот, видишь, ты же играл, играл, например, то же самое, только с чуть лучше графикой. Да? Там еще контроллер можешь купить. Или от Xbox'а практически нет. Надо развести, люди, кто-нибудь... У меня после этого фиаско с Xbox'ом, я так подумал, нахуй все. Буду играть, где я хочу. Не, с Xbox'ом, в смысле, не, Xbox действительно фиаско. С Apple TV ты еще можешь YouTube на нем смотреть. Жанин, сколько у тебя игр на Apple TV? Потенциально одна. Я просто еще не скачал, она там лежит в клауде где-то. Ага. У меня просто контроллера нету, у меня уже контроллер. Ну, я куплю контроллер, если ты купишь Apple TV. Ага. Или контроллер. Ага. Да. Ага. Ага. Вместе играть. А знаешь, сколько у меня игр на писяке? Да хуя! Ну, с тобой будем вместе играть. У меня где-то там 12 игр, которые я даже купил. Ну, распродажки, ну, неважно. Я их купил даже. Да. Я еще в них не играл. Времени не играл, так мы будем играть. Ну, да, как только ты писяк купишь, мы будем в них играть вместе. На пару. Не. Я бы купил, времени нет покупать. Так, что там еще привалило? Кстати, вот, совсем забыл, хотел об этом, Ваня тут вспомнил. Поздравляем вас всех с 4.20. Вот, очень важно. С днем святой конопли. Да. Ну. Ну, хотел спросить русских слушателей. Не, подожди, не русских. Российских слушателей. Значит, у меня недавно произошла такая интересная шняга. Ну, например, привезли тут коньяк. Арарат. Вот. И я попробовал, он мне очень понравился. Ну, мы, значит, распивали 7-летний коньяк Арарат. Я не знаю, как в России. Кто это любит, пожалуйста, пришлите свое мнение. Любите, не любите, с чем сравниваете и так далее. Потому что мне очень интересно. Я, например, считаю, что 7-летний Арарат намного лучше, как этого, Хеннесси. Он лучше, чем какой-то там другой мы покупаем. Что-то там такое тоже. Красавер. Что-то такое, да. Вот. Мне он, кажется, лучше, 7-летний. Вот. И, в общем, я по... Не знаю, чего. В общем, заказал еще этого коньяк, но у меня привезли 5-летнюю. Ну, 5-летний ничего особого, там, пить особо не стоит. Можно, но не стоит. Но я бы не знал и подарил начальнику. Вот. Короче говоря, я... Когда я понял глубину своей ошибки, я подумал, ну, все. Спекся. Вот. И тут начальник сказал, что он тут распил 5-летнюю бутылку Арарата и сказал, что ему очень понравилось. Ну, я, конечно, немного офигел. Правда, тебе понравилось. Как хорошо так. Тебе это было понравилось? Он говорит, надо еще достать. Я говорю, ну, ты знаешь, достать, в принципе, можно, но мне на работе запретили почту эту присылать теперь посылки. Так что... Ну, говорит, шли ко мне. Я говорю, замечательно. Ну, вот. И на прошлой неделе пошел и купил кучу коньяка. Вот. Я повысил ставки. Я купил Арарат с 7-летней давности и 10-летней давности. Вот. Так что будем распевать 10-летней. Посмотрим, как это, как оно идет. Вот. Я надеюсь, что мы еще успешно проведем все это дело как-нибудь. Вот. Ну, не важно. 10-летнюю надо открыть. Надо попробовать обязательно. Вот. Ну, без кока-колы. Никакой кока-колы, стрейдап коньяк. 5-летней можно мешать. Это не проблема. 7-летней уже жалко станут. 10-летние не должны мешать. Нет. Ага. Нет. Это уже все. Вот. Так что заказал начальнику я там целую коробку коньяка. Тот у меня сегодня спросил. Он, кстати, первый день был на работе за всю эту неделю. Походу, последний тоже. Вот. Спросил. Он говорит, ну, заказал. Я говорю, заказал. Он говорит, куда? Я говорю, тебе? Он говорит, да, ты много заказал. Я говорю, коробку. Слышишь, у меня родители с Индии приехали, да, они не пьющие. Ты не знаешь, когда оно придет? Ну, я говорю, неделю заказал назад, наверное, скоро придет. Надеюсь, не на это, не, не. Я говорю, не переживай. Я уверен, что ты можешь объяснить, что у тебя нет проблемы с социализмом. Нет? Я же, Канико. Это не мне. Да. Вы так поверили. Я могу объяснить? Да. Вы понимаете, у меня сотрудник. Да, у меня на работе. Это все ему, да. Он очень своеобразный, вы понимаете, он из России. А, ну тогда все понятно. Да. Хотя можно на это списать. Если бы я отмазывался, я бы так и отмазывался. Вы понимаете, он русский, для него это ничто. Да. Очень интересный сотрудник. Очень, да. Все для него. Я не пьющий, нет. Абсолютно. Все, что угодно, да. Для рабочих вообще, блин, ну, все, что угодно. Поэтому я такого хорошее. Не, не за что. Сам не пользуюсь. Только перепродаю. Так что, кстати, напишите про RARAT. Мне очень интересно. Потому что я читал в интернете, там разные есть мнения и все остальное. Я не знаю, какой в России RARAT провелось. Только здесь 7-летний мне очень понравился. Вот. Но я не знаю, там, как, про качество и все остальное. И, кстати, очень забавный и интересный момент. По поводу ценных. Как ни странно, RARAT в Америке очень дешевый. Кстати, в Америке он называется, он идет под бренди. Он не называется. Как это называется? Коньяк. Коньяк, да. Вот. Но мне он очень понравился. Он очень дешевый по сравнению с французским этим разливанием. Что-то французского у меня тоже сильно не греет. Потому что я прекрасно помню, как... Ну, да, коньяк. Ммм, кон... В смысле? Ну, я не знаю. Все, что мы покупали, ну, да. Не, чувак. То, что это покупаю, блин, елки-зеленые. Я его покупаю, потому что этот... Он дешевый, блин. Ну, в смысле, что он там? 27 долларов. Что? Серьезно? 27 долларов, все? Ну, вот эта бутылка, да? 27 долларов. Там есть дорогая бутылка, типа, 12-летняя и так далее. А, ну... Вот, то... Да, она там... Сколько она стоит? Счет, я не помню, там, 80 долларов или еще что-то в этом духе. Ну, она будет рискнуть. Ну, тогда, может быть, Арарат относительно не особо-то по ценам. Нет, особо. Десятилетний Арарат все равно 30 долларов. Да, это хз. Там, ладно, если 5 есть. Да. Так что... Вот, поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях, мне будет очень интересно про коньяк, потому что, ну, я... Я веду трезвый образ жизни, вот, но иногда хочется попробовать что-то... Побаловать друзей, да, точно. Кстати, интересная заметка. Не знаю, правда это или нет, в интернете читаешь, фиг знаешь. Оказывается, Чорчилль был большим любителем коньяка Арарат, между прочим. Я справа на одном сайте нашел, где они продавали Арарат, но я подумал, что так, для пиар-компании, знаешь, там, Маргарет Тэтчер очень любила Арарат. Я такой, да, да, да. И она любила, и мы любим, все любят, да. Потом, что-то так начал смотреть, действительно, вроде как, вроде как на разных сайтах пишутся в одну и туру. Интересно. Так что теперь мы будем как в Винстант Чорчилле. Вот. Что у нас там дальше? О, на выходных, на выходных этот, мы этот гуляли, решили, нас вытащила Лиза гулять. С Лизой всегда весело гулять. Несколько вещей, это точно, это... Нашлятся. Встреча начнется всегда с опозданием и закончится, даже если, даже то, что называется рано, это всегда закончится поздно. Лиза там, как обычно, там, минут 45 опоздала, пришла с друзьями какими-то непонятными, вот, такая, не беспокойтесь, мы сегодня допоздна тучить не будем. У меня завтра марафон, они там какие-то фильмы будут смотреть. Поэтому мне подруга сказала, что мне долго оставаться нельзя. Ну, где-то в час ночи. Но это недолго, Жень. Нет, да, это недолго. Вот. Я начал понимать эту разницу в возрасте, потому что она притащила еще более... То есть, сколько там, Лиза 27, что ли, в этом роде? Что-то в этом духе, да? Да, нам уже, нам уже за тридцатник, вот, а я притащил каких-то друзей, там, им 20 плюс или там еще чего-то. Вот. И я так уже смотрю, там, молодые люди, сколько жизни. Ой, и пить, и пить, и пить, и тусить, и тусить, и пить. Ой, я такой, что как они это могут делать? Подонки молодые. Как они это могут, и я их вот не надеюсь, а? Не, я прекрасно помню себя, когда я был моложе. То есть, знаешь, там, марафоны можно было каждый день устраивать. Вот, но сейчас уже я так устраиваю. В смысле, мы и так устраиваем. Я по сравнению, нет, они просто монстры, я не знаю, как они это делали. Чувак, вы, блядь, неделями устраивали марафоны, блин. Ну, да, да, да. Как бы моложе. Там, неделю напролет, блядь. Что-то бабки закончились, блин, а какое сегодня число? 25 декабря, твою мать. Да. Все закрыто, точно, точно. Какой-то праздник вроде. Вот, и, короче говоря, значит, тема выходных была караоке. Первое, что нужно отметить, что я очень рад, что Лиза притащила каких-то друзей своих. Ага. Вот, это я уже потом, сперва, сперва много нервничал, а потом мне очень понравилось, что она притащила, потому что караоке действительно было бы скучно втроем, в пятером было веселее. А вот, другая проблема, по крайней мере, в Торонто, то, что я заметил, караоке, в караоке не подают спиртных. Это большая проблема. Что за хрень? Не знаю, вот там, куда мы пошли, там есть бар снизу, то есть ты по лисицам спускаешься, там напился и возвращаешься в караоке. Вот, но там, там нет. А вот, честно скажу, если вы идете в караоке... Нажирайте заранее. Да, очень. Мы там стояли, значит, там каждый платит, там что-то подписывает, тебе микрофоны выдают. Ну, я подумал, я профессионал. Я знаю, как с микрофоном обращаться. О, да. Вот, мы там стоим за дверью, какие-то девочки орут, а-а-а-а-а. Мы там стоим, знаешь, вот, ну, тоже мне певцы. Вот, ну, короче, зашли, первое все оборудование... Подожди, подожди, ты микрофон взял для себя? Ну, там двое выдали, да. Ты им даже пользовался? Да, я им даже пользовался. Теперь ты, Ваня понял, глубину ошибки, да? Не, я просто как бы, я забыл о контексте, что караоке там песни, а песни поют. А потом я вспомнил про тебя и подумал, подожди, петь, Женя, петь, Женя, подожди, что-то там не сходится. На самом деле, на самом деле, я думаю, ну, в принципе, никогда не думаю, что я плохо пою. Ну, мне кажется, в комнате был еще один, там еще и был чувак, он, по-моему, пел намного хуже. Потому что там все просто угорали. Ему, по-моему, знаешь, медведь ухо не отстыл, всю бошку просто снес. Как и уж там бошки не осталось. Гооооооооооооооу! Вот! И все оборудование на корейском Мы зашли и все на корейском Все на корейском Какая нахрена разница Не знаю, там Лиза, она походу Она наконец-то рассказала, каким образом Она сдавала экзамены в университете Очень интересно Надо больше входить в караоке Чтобы он нажирался перед этим Очень интересная история Так вот у меня завтра экзамен Ну мы с друзьями идем в караоке У меня завтра экзамен Зачем учиться? Пойдем в караоке Слишком много стресса Выпьем, споем Жизнь красота Видишь, как замечательно Человек сдавал экзамены Я помню, когда мы сдавали экзамены Паника, пьянство Учимся, не учимся Кто чего Кто вешается, кто блюет, кто нажирается У каждого свое Такое паническое состояние Все Ну что, в караоке Не, нажираться надо перед экзаменом В смысле, прямо перед экзаменом И после Я прекрасно помню один из этих экзаменов В принципе, наверное, уже можно рассказывать У нас уже не посадят Вот Я думаю, что у нас уже не посадят Даже если узнать Я надеюсь, что у нас не посадят Вот Я вам замечательно помню Вот мы втроем сидели Очень замечательно проводили Предэкзаменное время Правда, экзаменов у нас троих не было Но мы вас морально подготавливали А кто там чем занимался Все, что я помню Это у кого-то что-то хрустнуло И он спускался с молотком Вот И, значит, этим Как это Пакетом для мусора Это все, что я помню По лестницам Такое Все Это Нет Да, мы идем Все Это все, что я помню Да В тумане Это было интересно Да Такой вид Такая лестница Еще такая большая Красивая Так идет наверх Спускается человек С таким молотком И мешком для мусора Все Мы идем решать Проблемы на корню Ага 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 Нафиг Ты знаешь Как говорят Про русскую изобретательность Это Это самое гениальное Это самый гениальный Пример Русской смекалки Изобретательности Когда можно было Узреть В этой жизни Это все Я узрел Нахрен париться Да Да Знаешь Почему Русские хакеры Русские хакеры По-другому мыслят Правильно Мы дали своеобразное Другое понимание Что такое Это Задняя дверь Даже если ее нет Мы ее проделаем Даже если нет Уязвимости Мы ее проделаем И используем Там кстати была Уязвимость Если об этом Так начать думать Там была и уязвимость Это просто Они об этом Они не додумали Что Это значит Это как Ну если ты в нашей сети То уже все в порядке Мы тебе доверяем В этом Проблема Нельзя доверять Даже если вы уже в сети То есть Если вы зашли в здание Не значит Что дверь Кого-либо остановит Вы установили Замок И дверь Даже если она толстая Не значит Кого-то остановит И замок охрененный Блин Замок Ёлки-зеленые Там Замок Пи... Думайте обширнее Понимаете Думайте обширнее Что там есть Помимо двери И замка Правильно Стены Правильно Да Еще потолок А вы об этом Подумали Ааа Какая ошибка Да Что вы решили Сэкономить Да Ооо Пахая Пиде Не экономьте На безопасность Это всегда Выходит боком Честно Говорю Ну все-таки Изобретатель Знаешь Подожди А кто Сгонял За пилой Я пилой Вообще Не помню Я там Караулил Людей Что Нет Потом Пила Вырезали Лобзиком Туда Заплатку Ааа 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 А вот Да Так о чем это мы Экзамен А Лизе А караоке Да Вот А Сэмя А еще Совет на будущее Криптуйте Свой Харддрайв На то время Люди думали Что если Порой Стоять на компьютере Это все Будет в порядке Да Большая ошибка Вот Или например Не с нами Да Или распечатать экзамены И уйти с ними домой Хорошая идея Но лаптук Желательно тоже С тобой забрать Понимаете Да Не оставляйте Нет Потому что некоторые Да Могут загрузиться Сиди Не Ну что Мне батя Тоже доступ На харддрайв Не давал Правильно Разве Меня это Останавливало Вот Да Никогда Если бы люди знали Что и как Произошло Возможно Нам нужно было Дать какую-нибудь Награду Но я думаю Если они узнают На самом деле Что же произошло Награда будет печальной Вот Интересно Кого будут сажать Хороший вопрос В принципе Все Одного не достанут Один уже Один уже уехал В другую Местность Ну ладно Как-нибудь Мы все-таки Расскажем Эту историю Да Смотрите Тысячного подкаста Где-то так Превью Такое Превью Такое Да 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 Семья Убная студентка Зачем мы это сделаем Не важно Вот Какая разница Зачем Какая разница Зачем Не нас Прошу Зачем Да Главное Я думаю Он от этой Драмы Я думаю Он ее пережил В конце концов Что может быть В принципе Немного Может быть Хуже Чем встретить Пьяного Русского Студента Я думаю Он это пережил Благо Он спал Имеется ввиду Студент Да Китайцу Повезло Скажем так Китайцу Реально Повезло Я думаю Если бы Кто-то Проснулся То Китайца Не поздоровилась В прямом смысле Да Какие же поражают Воображения Могли же Но Да Так что Хотя Чаки Тоже Я знаю Собрали Кого 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 Там Бить Собрались Действительно Как Свидетели Да Я знаю Человек Собрали Кучу Оружие Пошли Зачем На всякий Случай А Случай-то Бывает Разные Куча Идиотов Да Мы еще Кого-нибудь Замочили Да Потом Засунули В другой Кабинет И сделали Подставу Да Детектив На эту Тему Не Вообще Дону Зак Там В туалете Форточка Такая Там Как раз Можно Труп Спустить Она Достаточно Низко Она Так Знаешь Под Нарклоном Идет Вот И Этот Там Там Очень Прочное Стекло Там Вообще Рама Такая Офигенно Прочное Как бы Ну Я думаю Если Так Знаешь Головой Туда Это Болтима Убийство Профессор Повесь Она В смысле Выкинулся Из окна Да Прямо Перед Экзаменом Его Жена Бросила Да Иногда Делаешь Вещи И В Последствии В Анализе Зачем Ох Зато Останется На всю Жизнь Зато Весело Да Я Я был Поражен С каким Энтузиазмом Все Это Прошло О да Энтузиазма Было Много Я До Сих Пор Не Понимаю Я Понятно Я Еще Три Товарища Я Понимаю Чего Мы Это Делали Потому Что Мы В принципе Нечего Было Делать Мы Были Все Пьяные В Дюйм Поэтому Когда Все Пошли И Мы Пошли Тем более Рано Или Познан Я Пригодился Вот Но Как Все Остальные Пошли Вроде Все Трезвые Остальные Ну Ладно О Нет Жень М Трезвые Это трезвые Но Ты не Понимаешь Этот Класс Это Пиздец Хотя На самом деле Сейчас Он Не кажется Таким Сложным Но На тот Момент Это Смой Как Городин Не На тот Момент Это Значит Это Смотришь На Жизнь Смерть И Думаешь Это Пиздец В моей Карьере Программистом Не Тогда Физиком Еще Разные Люди По-разному Решают Короче Короче Говоря Да Мы там Посидели И спели Лиза В караоке Да Лиза Сколько мы песен Погубили Сколько песен Умерло Для меня В моей жизни О боже Которые Ты больше Слышишь Нет Больше Не хочу Этот Red Hot Chili Peppers По-моему Этот Калифорникейшн Не Больше Я слушать Не буду Никогда Все Ты что Я услышал В своем Исполнении Нет Я ее Услышал В чужом Исполнении Все Песня Погибла Навсегда Не ходите Людям В караоке Забавно Нет Там Больше Бухла Больше Бухла Мы там Протусили Полтора Часа Забавно Кто-то Неплохо Пел В основном Женщины Хорошо Пели Вот Мы с этим Товарем Ну тот Товарь Ну вообще Я уже Потом сдался Начал С русским Акцентом Петь Супер Труп Женя Вот Вот Не Ну Абу Я еще Буду Слушать Мне она Нравится В конце Патцов Не то Живей Часто Слушал Тоже Я Анатам Абу Вот Но Да Потом Последнюю Песню Титаник Ужас Да Я вспомнил Эту песню С русским Акцентом Титаник И тоже Присоединился С этим Акцентом Не помню Слов Но было Весело Так что Первый опыт Караоке Это замечательно Я думаю Можно еще Можно еще Делать Единственное Если бы я Там это Лиза сидит А не переживай Там же слова На дисплее Отображаются Просто сиди Читай Ну там Чувак сидел И походу Просто сидел Тупо И читал Так что Ну Ему же сказали Читай Да Я Читал Я даже Некоторые песни Те которые Знал Я и то Не успевал Там Наш Наш С выражением Петь Те Ритм Не Вот Ну По-любому Время Верь Караоке Стоит ходить Я предлагаю Тебе взять Ябро Майка И в караоке Сходить Дом Дюбин Нажрите Сидите В караоке Чувак Не та толпа Это весело Я тоже думал Что караоке Это наш Пус Не Чувак Не та толпа Я не знаю Почему Не та толпа Что с ней не так Замечательная вещь Караоке Это весело Проводится время Просто сидите И орете В микрофон Я понимаю Я же не та Толпа Ну Я тоже думал Что я не та толпа Мне понравилось Не Ну ты точно Не та толпа Я Не знаю Сколько мне бы Пришлось Выпить Наверное До потери Пульса Сначала Ну Ну да И то Я бы Наверное Проснулся После После твоего Пения Особенно Микрофон Ёлки зеленые Микрофон Микрофон Структура Не Я говорю Ты как-нибудь Попытайся их развести Сходить в караоке Это просто весело Ну главное Хорошо выпить Я согласен Может тебе даже Чем-нибудь намешать И потом пойти Просто весело Я не знаю Наверное Водку с пивом Один к одному Да Можно даже так И потом В караоке Замечательно идет Просто Немерно весело Все ору Там Все рок-звезды А-а-а-а-а-а-а Микрофон Это Просто весело Сейчас Я сейчас Пою Выключите мне Роллингстон I want a Peter Black После того, как мы все это дело спели И вышли, там в соседних комнатах Продолжали орать Ты знаешь, что так плохо не звучало Замечательно, просто замечательно Как-то сплачивать Чувствуешь себя Частью отверженных Ты знаешь, что после твоих разговоров Мне все меньше и меньше хочется туда идти Не, может у тебя хорошо получится Девочки хорошо пели Не в этом дело Я просто других слышать не хочу Пьяный это весело, поверьте Я думаю, особенно пьяный Я там печищем выбью дверь И этот микрофон им засуну туда Откуда он вылез у них И, кстати, не Когда за дверью, то в принципе особо не слышишь Что они там врут мимо нот Там просто знаешь, какой-то такой Кошачий Люди развлекаются Это очень хорошо Вот Ну что, на этой неделе я решил отпустить усы Походу у меня такое ощущение, что это на самом деле популярная шмаза По крайней мере популярностью По-моему, я стал более популярным Я бы стал более серьезным человеком Ко мне относятся более серьезно Не знаю почему То ли они считают, что у меня совсем крыша поехала Лучше не связываться То ли просто меня стали воспринимать более серьезно Я так посмотрел Не все, но большинство Я думаю Я знаю, что была первая мысль По крайней мере, когда я себя с усами увидел Я так думаю Он сдался Все Жизнь кончена Вот Я знаю Это, наверное, одна из первых мыслей Но для тех людей, которые меня не знают Я выгляжу как-то более серьезно Более О-о-о-о Я с усами Я важный человек Очень, да Нет? Ну, я не знаю Меня отказал Ну, вот я отращиваю усы уже третью неделю Так что Я считаю, мне это что-то прибавляет Усы Да Я думаю, я подожду Чего? Потом Подожду Когда усы прорадут Ну, нет Когда они отрастут Я их сбрекну всю неделю племом Да Меня не раздражает Нет, я просто Изначально я хотел после понедельника их сбрить То есть, прийти на работу Чтобы все так подумали Ну, все, у него крыша поехала Вот Потом так сбрить на следующий день Никто не помнит Знаешь, такое было Вот А потом я узнал, что у меня в субботу Намечается тут праздничный ужин По какому-то Как называется Религиозному празднику Вот Я подумал, что Подожди, тот, на который напевают все? Нет А, ну, блин Все Пропускают этот праздник Вот Я решил Я решил усы оставить Чтобы когда я пришел Значит К родственникам Чтобы они подумали Что все У меня В конец все Сошло на нет Вот И Да Почему Вот Возможно Я даже сделаю трюк Я даже в субботу Побреюсь Оставлю только усы Для убедительности Да Кстати, я это сделал Вот Да Ну, все Чай кончен Все совсем плохо Меньше вопросов Возможно Меньше будут звать Не знаю А И быстренько Совсем последнее От меня Это Я в шоу нотер Добавил ссылочку О нашем продукте Кстати Кто хочет Увидеть Увидеть не можете Наш продукт Вот Но у нас Оказывается О нашем продукте Написали статью Просто Убер статью В каком-то Автомаркетинговом В сайте Почему-то В категории Subprime Не знаю К чему это относится Но неважно Ну, по крайней мере Написали Окей Мы по крайней мере Это только начинается Мы выбираемся В свет Да Вот Так что Если кто хочет Можете пойти Прочитать Наш продукт Называется Desking Как миллион других Таких же продуктов Но неважно Это статья Конкретно О нашей компании О нашем продукте О котором Мы разрабатываем Так что Можете пойти Посмотреть Какие там Замечательные Отклики О том Как Как там Все работает Замечательно Вот Ну программа На самом деле Замечательная Нет Она Особенно То что Сейчас мы С Брэдом делаем Мы вообще Доводим до ума На самом деле Просто Мы вам Рассказываем Темные Подробности Да В остальном Да Программа Замечательная Деньги Она Экономит Да Пользователем Этой программы Этой программы Да Пользователем Это не вы Просто Чтобы так Наш Пользователи Это наши клиенты Вот Да Наши клиенты Которые Обдирают вас Вот Но Программа Хорошая Кстати Если вы будете Когда нибудь Покупать машину Где нибудь Там в Менчигане Или в Америке Или еще чем Да И вам покажут Экран Убедитесь Что там не стоит Галочки Как она называется По английски Maximize Reserve Maximize Как я мог забыть Чего-то Reserve Забыл название Срочно Обидно Короче Помните галочку Первое слово Maximize Последнее слово Reserve Вот Эта галочка Называется Наеби меня Вот Поэтому Если вы ее видите Все Знаете Что вас Дели в шипах Наеба Подожди Как это Ваня сейчас Вам расскажет Каким образом Вас Обувают Помогают Вам Финансировать Вашу машину А Ну Там Замечательная Галочка В программе Это Это Очень Замечательная Галочка Которая Финансовый Посредник Дилершипа Дает Так Дает Там Такую Интересную Возможность Что Увеличить Доход По сути Дел Вот То бишь Они говорят Что мы Суду Дадим Под Процентом Два с половиной Допустим Два с половиной Процента Годовых Там Ля-ля-ля-ля-ля-ля Суда Но Если вам Надо Подзаработать Такое То Вы можете В принципе Этот процент Поднять До Трех с половиной Может До Четырех До Пяти И так Далее Вот И Чисто в нашей Программе Когда вы Ставите Эту В смысле Когда Наши Юзеры Ставят Эту Галочку То Естественно Как вы Понимаете Это Это Как он Называет Неинтерес А Как это По-русски Подожди Будет Неинтерес Ставка По проценту По-моему Процент Да Ставка Прыгает Сразу До Макса Максимум Что Дозволено Естественно Дилиша Получает Процент От Этого Всего От Этих Годовых В итоге На чем Они В принципе И зарабатывают Деньги Да Так Что Круто Вот Ну вот Полезный Совет Недели Так Что Смотрите За галочкой Ну что Мы двинем К новостям Или У тебя Есть еще Мысли Да Не Не Мысли Нет Остались Только Чувства Ок Двинем К новостям Новостей У нас Сегодня Много Пол Я помню Ты хотел Поговорить На эту тему Очень 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 Пол Сверх Тумкая Камера Работающая Без Объектива И СМС Да То Что Без СМС Это Точно Короче Естественно Американские Ученые Кто Кто Ж Еще Ну Как Британские Ученые Еще У них Там Ученые Остались Устанут По финансам По рынку Ценных бумаг Да Короче Сделали Камеру Камеру Которая Не нуждается В Типичной Линзе То бишь В объективе Который Будет Фокусировать Ля-ля-ля-ля И так далее В чем Вся Идея Они Фактически Что они Делают Они берут Вот эту Матрицу И Сверху Накладывают Своеобразный Фильтр Причем Этот Фильтр Насколько Я понял Это Просто Очень Очень Тонкий Слой Материала Который Неравномерно Но В Определенной Как бы Этот С определенной Текстурой Лежит Именно На Этой Матрице Что она Делает Это Фактически Делает Мини Линзы Там Прямо На Этот На Матрице Камеры И Из чего Там В принципе Можно Используя Алгоритм Который Выводится Из Именно Этого Фильтра Вот Прочитать Картинку Как бы Видеть Я не знаю Насколько Это понятно Я думаю Это очень Непонятно Но Фактически Они что Сделали Они просто Взяли Очень Интересный Хитрый Метод Где Если Посмотреть Там на Картинку Ихнего Фильтра То Они Просто Смотрят На Разные Цветовые Спектры И Потом Используя Алгоритм Который Базируется Естественно На На этом Фильтре Они Расшифровывают Картинку Что Очень На самом деле Хитро Мне Это очень Понравилось С некоторой Стороны Что Мне Не понравилось Это то Что Фактически Они до сих Пор Как бы Используют Линзы Вот Но От этого Я думаю Пока что Никуда Не деться Вот Но Что это Дает Это то Что Теперь В камере Не надо Будет Никакой Долбанной Нафиг Никакого Объектива Вот Естественно Это еще Пока что Зачатки Там У них Пока что Разрешение Не супер Но Достаточно Хорошо Чтобы Как бы Сказать Что Оно Считывает Картинку Думайте О Как бы Веб Камерах Конца 90 Примерно Такое Вот Картинка Примерно Такого Качества Но Это Пока что Прототип Причем Что Интересно То что Прототип Базирован На обычной Вебкамере Они просто Взяли Типичную Вебкамеру Сняли Оттуда Объективно Наложили Фильтр И все Вот И потом Очень много Компьютерной Магии И получилось Что Меня Немножко Волнует Это Именно Точность Производства Этого Фильтра Потому Что По сути Дела Этот Фильтр Он Как бы Является Очень Важной Переменной В Алгоритме Вот И Из этого Все Исходит Насколько Я понял Из этой Статьи И Я не уверен Насколько Точно Они Смогут Воспроизводить Этот Фильтр Потому Что Он Настолько Тонкий Что Там Нужна Будет Очень Высокая Точность Производства Нанотехнологии Ну Нанотехнологии Нанотехнологии Все Такое Вот Как бы Возможно Это Будет Немного Дорого С Некоторой Стороны Но Это Очень Перспективно Это Ужасно Перспективно С Точкой Зрения Что Ну Блин Задолбало Блин О Да Вот Тебя Мини Веб Камера Но Она Все Все Равно Полтора Сантиметра Нафиг Это Самый Объектив Блин Кстати Прикольно А Знаешь Что они Наконец Смогут Делать Они Наконец Смогут Сделать Глаза Нормальные Глаза Ну Нормальные Глаза У нас Тоже Объектив Блин Стоят Да Ну Они Сделают Ну На самом Деле Я Я Ждал Я Ждал Я Реально Ждал Когда Они Избавятся Вообще От Линз Потому Что Чисто Теоретически Я думаю Возможно Но Это Там Процесс Производства Должен Немножко Поменяться Не важно Я Подожду Перед тем Как Рассказывать Всю идею Еще Технология Не дошла До Этого Не важно Представляешь Можно Такую Камеру В глаза Вставить Вот Сзади В черепную Коробку Вставить Этот Разбери Пой Зеро Вот И все Пошел Поехал Не На самом Деле Разбери Пой Зеро Даже Мне Нужен Фактически Как Б Этот Матрица Что Там Если Сделать Ту Матрицу Правильно То Можно Фактически С Я Не Сказал Что С Хорошей Точностью Потому Что Человеческий Глаз На самом Деле Настолько Точный Что Просто Пипец Вот Но С Достаточной Точностью Воспроизвести Картинку Прямо Оттуда Как Б Фактически Механически Без Цифровой Обработки Даже Ну Ладно Нужно Что Что Чтобы Сразу Дело Сливать В Интернет Прям Нон Стоп Ну Сливать В Интернат Я Не Уверен Но Передавать Твоим Мозгам Да Вот Как Там Разница Небольшая У нас Тоже Фактически У нас Там Стоит Точно Та Самая Матрица Она Фактически То Ж Туда Провода Проложим Провода Оттуда Блокна Будет Колодц Чё Зато Он Не Портится в человеческих глазах портится не сетчатка по большому счету а линзы мускул устают до который фокусирует нафиг линз тогда нафиг все это дело выдрать вставить это мне такого разрешения хоть на работу приходишь включающие в мозге этот сетевой разъем у тебя прямо сразу через team view все везде стоп виден вот человек не понимаю я смотрел как бы я бы это внедрил в свою жизнь ладно а изобретение просто классная я я бы очень твердую четверочку за это дал как бы для первой попытки просто офигеть просто 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 офигеть немножко надо продумать их не технологии потому что все еще и не уверен как хорошо они могут как бы воспроизводить вот эту технологию во первых а во вторых это а а еще один интересный момент то что возможно с этой технологии изменится понятие светочувствительности вот это это так на будущее но опять же я я не на сто процентов уверен насчет их не технологии но это но это хорошее начало и следует следить за этим делом это это очень хорошо что нам это даст но помимо того что телефонов до телефона теперь можно будет делать гораздо тоньше гораздо лучше для ладо ля 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 пошли в зайдём со своими телефонами вот но по сути дела до камеры можно быть теперь вставляет но фактически куда угодно а потому что матрица то что используется в этот камерах блин ее можно на нанометровый блин этот самый распечатать знаешь там сколько нанометров там слой слой буквально там несколько молекул надо это не супер этот толстый все такое там по сути дела пленку наложил вот те камеры есть так что можно будет лепить куда угодно если только не это все дело доработает но сейчас пока что все еще естественно на стандартных кристаллах и так далее так далее так далее вот но это считайте это как на зачатке без линзовых камер вот это это интересный момент в истории по крайней мере в истории технологий так что большое спасибо за статью я я прочитал сначала естественно я как обычно когда начал читать сразу прыгнул своим пожеланием как это должно работать но естественно это никогда так не работает это работает в лучшем случае на 20 процентов вот но все таки это по крайней мере меня вдохновляет что двигаться в ту сторону так да следующая статья подожди кстати стал что этот в новом айфоне будут салют фер камеры у них мегапиксели закончились так что теперь они будут просто вставлять где камер зачем зачем картинка чуть лучше а стерва видение этого все еще версии после этой версии будущей будущей версии будет 4 не потом будет плоской там там просто потом будет просто порядок смысле вся нашли там кусок этот сзади айфона будет просто камерой нравится просто частично будет просто потуда картинку брать и обрабатывать я зашу процессор придется блин прокачать очень 2 могут ставить они могут вставить процессором а батарейка и потом две батарейки кому нахрен батарейка сперс правильно сделал фотографию по батарейке на самом деле они обрабатывают там этот картинку очень быстро в той камере по моему они блин сколько них там скорость была 50 миллисекунд или еще что-то в том духе он по сути делал 50 миллисекунд это 20 кадров в секунду так что не дурно не дурно кстати сказать для для первого прототипа для первой камеры этого вида то что мы слышали это на самом деле просто офигенно это гораздо лучше чем то чем приходят там других технологиях там это когда другие технологии начинались там вообще полное убожество было так что это еще довольно таки круто так что радуйтесь люди скоро камеры будут везде даже если вы думаете штанг камеры нету теперь вы по объективу не заметите ее смогут влепить куда угодно на любую плоскую поверхность по крайней мере пока что плоскую хотя для это для какой-то такой не плоской поверхности там просто алгоритм нам будет поменять все все еще статье за информацию о способах обойти блокировку с сайта будут штрафовать роскомнадзор наш любимый будет штрафовать вас за вернее будет штрафовать этот за публикацию информации о том как обойти блокировку пока насколько я понимаю там рассматривается пусть рассматривают но это дальше наш продолжается блин нельзя это нельзя о геях не говорить об этом не говорить это снайпер что я в комментариях прислал статью типа бровик засудил государства за нечеловеческое отношение к самому себе вот типы мы достаточно давали общаться там не давали общаться с заключенными что там ему недостаточно часов общения с там посетителями и так далее так далее в общем засудил там вот ну засудила судил а в комментариях был за он идите типа 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 русском надзор да на русском надзор чего ноете вот идите судите его видите как понимаете вот бревик отсудил государство чудо в комментариях стрелять идите судите русском надзор я думаю его надо посадить в русскую тюрьму до там как бы по статистике состояние лучше ведь никто там не судит до за плохое отношение к заключенным это правда никто не жалуется да мы еще не слышали нет новостях тоже не слышали видимо все замечательно там просто рай на земле да самая лучшая тюрьма в мире еще оттуда никто кто вышел не жаловаться да я не знаю по мне как-то это совсем уже грустно статейка грустно зеркало и сайты будут блокировать по мне так это продолжение блинов сейчас будем закручивать гайки этим и тем блин это продолжение бюрократии какая нафиг разница ты знаешь в принципе согласен как мне однажды стрибкот сказал что люди будут никто не жаловаться все замечательно в россии вообще я давно где-то это слышал но я и я начинаю как бы соглашаться с этим все больше и больше вот русско русский человек в среднем арифметический как бы очень терпеливое существо по своей сути очень если так посмотреть вот знаешь вот как бы очень много чего спускают да ладно ну да там закручивать ладно ну блин еще налоги законы ладно 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 чё париться хорошо ладно окей хотя пусть пусть блин там знаешь вот ну это посмотреть как бы сколько всего блин знаешь в америки блин сидят там вот видимо они действительно зажрались сидят и только возмущаются вот то не так это не так блин знаешь действительно какая-то там вода грязная идет с каким-то ягодом в воде блин еще чего-то там чё жаловаться пить можно можно чё жаловаться я закручивать болты ну тебе будешь штрафовать сайту я еще один повод кого-то штрафовать бендио я считаю все эти все эти законы и предложения все это нецелесообразно на самом деле я не знаю для кого там цирк разводят для запада это на самом деле действительно с этой стороны по крайней мере выглядит как цирк я я хочу дать полезный совет органам законодательства и луэнфорсмент в россии не нужно не парьтесь хорошо давайте давайте подойдем проблем как серьезные люди детский сад какой-то там какие-то законы пропускают еще чего-то там блокировку сайта мы вас поймаем ну что как как дети ну честное слово но решили но сделать уже по нормальному за то что заместо того чтобы теперь пилить закон не в пронятном направлении давай давай не надо это обсуждать поставьте один большой фэрвол прямо как в китае и блокируйте все подряд и все а потом это уже это уже началось но но в россии это уже началось но пора уже сделать следующий логический шаг да там сейчас враги народа а все кто все кто все кто все кто яндексит не то враги народа все вот это нам пошел какую-нибудь смотреть революция да там и демократия что такое демократия все враг народа знаешь в себе Женя ну ты ты упускаешь в главный момент понимаешь что там там сколько раз повторяется новые штрафы новые штрафы новые штрафы новые штрафы понимаешь это это делается не чтобы поймать да или остановить какую-то деятельность это все делается для пополнения бабла в казне я понимаешь ты поставишь фаервол и никто просто не сможет этот нарушать эти все все законы они они понимаешь они дураки не понимают тут я понимаю что они позади Америки Россия всегда позади Америки пока додумываются дойдут вот а подожди они еще там сухой закон установят нет сухой закон это что там такая революция будет это это я это трое эти колонны разливаете ну ну дети все поставили фаервол и все а все кто попался сразу в Сибирь пусть они работают значит на лесоповале или добыча нефти на всех этих всех рабочих убрать этих компаний зачем вообще платить на хрен уволить всех рабочих всех заключенных туда на лесоповал а потом Европе все это дело продавать вот тебе деньги а бюджет лучше так распилить прям сразу мы долго принимали закон целый час вот там 2 миллиона долларов ушло на рассмотрение закона все точка чего терять время зачем это все нужно кому это свободная пресса все равно там наши души души бедную ничь а зачем какая там свободная пресса елки зеленые взяли бы всех этих журналистов ну что вы паритесь в Сибирь пусть они они вам будут приносить в час намного больше чем они вам сейчас приносят зачем это детский сад в Америке нормально правильно открыли тюрьму забили ее целиком потом продали приватной корпорации корпорация что делает она начинает значит устраивать там рабочие места вот и получается человек там работает за 5 центов в час если не меньше все проблема решена человек в тюрьме производит продукт почему вы не адаптируете ну что за бирюльки что тем более в России это проще в России это все проще да там в Америке какая демократия там еще кому-то надо платить кому-то откатить договориться в России проще что наверное цирк не надо угу хм ах пошли в другую статью а то да чересчур как-то на политику смахивать да политика дети какие-то сплошные дети да взяли бы нас вы как контрактников мы бы объяснили как все это дело замечательно что-то Максим да как они пытаются кову на пупушках что-что Максим нафиг лучше бы нам деньги отвалили так Амазон написал официальный гайд для того чтобы построить Алекса девайс устройство Алекса вообще то что написали у меня Алекса девайс как построить Алекса из вашего разбрипай детали здесь нету так что мы озвучивать не будем как его строить у нас есть серии серии не буду другое слово упоминать вот ну да теперь у Амазона есть официальный гайд как как сделать этот Алекса я сперва не понял прикола а зачем кому это надо ну меня доперли вот потому что я знаю что все всякие там красноглазники они всегда любят орать что корпоративно это плохо да но на самом на самом деле они они не против корпорации они просто просто им не дали знаешь поиграться вот нормальный человек пойдет и купит вот зачем ему там за 170 долларов в жопу рвать правильно красноглазники они такие вот там не важно сколько долларов да они потратят в это в два раза больше на эту алексу купит себе разбери пай а к нему еще коробочку а к нему еще супер вайернас карту а к нему еще супер SD карту а потом еще какие-нибудь проводочки напоят а еще туда-сюда короче все это будет смотреться как говно стоит в два раза дороже но при этом это они же сами собрали вот что в принципе мы приветствуем продолжайте вот Амазон пошел по очень хорошему течению действительно а вот вам как собрать то есть фактически вот эти красноглазики будут там пыхтеть два раза дороже два раза хуже собирать но в конечном итоге они они сами чувак ну смотри нахрена Амазону это дело собирать если люди зайдут на Амазон прочитают этот гайд у них сразу же будет список товаров где они смогут нажать на кнопку купить с Амазона да гениально гениально Амазон это просто супер я уважаю да потом они вот вот они там сидят эти все красноглазики пилят 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 говорят какой у нас свободный продукт пилят 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 а потом оказывается что это корпоративный продукт но в принципе это не важно да то есть эти красноглазики которые борются за свободу слова да вот в конце концов запилили Linux корпоративный продукт вот спасибо точно так же и здесь вот они будут там сидеть это все карамазоны все купят все сами соберут в конце концов будет а зачем это алекса да потом будут просто нажимать на кнопочку и заказать вот зубную пасту или туалетную бумагу ну видишь они кто там кто там кто там был большой open source защитник открытых не помню его имя да типа вот тюрьма это тюрьма полпродукты это тюрьма это все тюрьма вот как хорошо проблема не в том что это тюрьма проблема в том что это кто-то для них построил эту тюрьму а так они предлагают вот пожалуйста кирпичи вот тебе кирпичи вот решетки делай себе сам мы собрали уже я ее сам сделал чувак это тюрьма нет это мой дом с решетками а мне так нравится модно это модно это модно сейчас сейчас решетки модно да небо в клеточку это модно это не тюрьма вот у вас там тюрьма да да она конечно выглядит лучше чем у меня но не важно да потому что у вас тюрьма да у вас тюрьма помните у вас там стикер стоит да тюрьма от тыблока да а у меня это свободный продукт сам собрал сам сижу потому что мне так нравится потому что я сам собрал это это моя комната а у меня это ни о от не гениально про про зато changing Я тебе говорю, чувак, блин, знаешь, я не помню, когда мне эта мысль долгана пришла, но я такой сидел, такой думаю, блин, вот сделать, вот сделать игру, где, блин, люди будут сидеть, блин, просто и собирать говно, вот просто собирать, типа, знаешь, делать дизайн, там, типа, знаешь... Ты, мол, яс, опоздал. Расчуруй. Нет, 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 это еще этот, на Калифорнии жить. Я знаю, ну, подожди, тогда Амазон уже был. Сидел такой, думал, да, было бы, не, Амазон тогда, по-моему, только книжками торговал, вот, этот, думаю, блин, сделать игру, где, этот, люди просто будут, вот в виртуальном мире, там, просто собирать, блин, знаешь, этот, блин, хлам. И, типа, в игре просто играть. А потом, знаешь, как бы, владельцы этой игры просто раз на, самое, на завод и производить. Да. А хули? Главное, хорошую модель построить, знаешь, физическую, все нормально. Ну, и еще, все движется в эту сторону. Меня это радует, меня это радует, что, по крайней мере, у меня ход мыслей был правильный. Парадокс, парадокс всей этой идеи заключается в том, большой парадокс, да, как его зовут, Сталман, по-моему, да, Ричард Сталман, если не ошибаюсь. Значит, погугли для того, чтобы более, этот, информативно, значит, слушателям. Да, и правда, правда, слушай, в моей дырявой башке я все-таки вспомнил. Ричард Сталман. Парадокс сегодня, то, что это информационная революция, мы будем свободны, мы будем свободны, информационная революция, открытый софтвер. А, дорогой, Честанман, за что ты его себе? Проблема в том, что теперь стало намного проще за нами шпионить, следить, писать, известно, теперь мы на себя сами пишем профайлы. Все стало намного проще. Раньше это было проблематично. Раньше нужно было людей нанимать, машины гонять, чтобы они за тобой следили, переписку, почтовый офис. А сейчас ты сам гуляешь, заняешь GPS координатами, сам о себе все пишешь, все это легко просматривать. Там, там, ну, людей не надо, там просто компьютеры стоят и все просматривают. И юристика, вот, что там пишешь. Да? Поразительно. Ну, не-е-е-ет, это корпорация, это все вина корпорации, помните. Ну, что, покупаем Raspberry Pi, собираем лекцию, да? Да, у нее уже есть что-то. О, замечательно. Начнем ее собирать. Потому что это свобода. А, кстати, сказать, у тебя это самое, Raspberry Pi 3 на распродажке в этот микроцентре. Пожди, я еще больше 20 долларов, я не плачу, ты чего? Ну, по-моему, 25. Ваня, это обдирательство. 25 долларов. По-моему, да. О, извиняюсь, блин, 30 долларов. Фу. Обдиралово. Это вообще, это кошмар. Да, ну, это Raspberry Pi 3, Женя. Ты не понимаешь, что это Raspberry Pi 3. Raspberry Pi 3, модель B. А потом на гитхабе open source, а вот вам софт. Конечно, конечно. Ну, это открытый софт. Помните, это открытая тюрьма. Вы ее сами собрали, сами туда сели и довольны. Да, поэтому ужином вам никто приносить не будет. Самообеспечение. Вот. Чуть не сказал совсем что-то нехорошее. Самоозаточение. Возвращаемся к матушке России. О, опять? Что пишут, то читаешь. Люди голосуют. Опять тот же самый актер. Росакома над чего-то. Да, главан Росконадзора Александр Жаров заявил. Что ведомцы разрабатывают метод регулирования онлайн игр. Короче говоря, не будем читать все эти четыре параграфа несчастных. Мне кажется, они будут брать подоходную пошлину на переводы. В этот, в его онлайн и так далее. Кстати, это хорошая идея. А тут же давно пора. Ну, блин, подожди. Где это и в онлайн делается? Не в России. Не, это северная страна. Там, короче, она... И в онлайн в одно время она была... Она приносила более 20% этого дохода в стране. Ну, что поделось. Главное, что это не Россия, поэтому нужно облагать налогов. Вот. Ну, суть для дела в том, что... Значит... Наложить санкции. Террористы, по-моему, во Франции, вот, непонятно, что использовали. Ну, вот, шифрование мессенджеров, ну, через... В Плейстере. Короче говоря, суть для дела в том, что... А, ну да, боремся с террористами. Ну, сейчас мы... С кем мы еще будем бороться? Ну, как, с педофилами? Жень, в онлайне борются только с двумя. Либо с террористами, либо с педофилами. Педофилы, они тренд потеряли. А, да, действительно. Волна утихла. Не, чтобы больше в стране было педофилов. Это было бы лучше. Вот, поэтому террористы. Оказывается, что теперь террористы общаются с всякими онлайн-играми. Ты знаешь, я всегда считал, что вот этот вот чат в гримаре, он был очень подозрительный. Я вот всегда считал. Ты, Мишель, баронс-чат. Да. Он, 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 он как... Да, не, баронс-чат реально был какой-то, это самое, да, шифровка какая-то шла. Там постоянно чат чего-то, блин, да. Да? Мне кажется, на самом деле, мистер... За чат терроризма. Мистер Ти, на самом деле, это был все-таки глава Ал-Каиды. Да. Потому что... Потому что про него говорили очень много. Если так вдуматься, в игре какой был один из самых больших квестов, правильно? А, ну... Свергнут государство. Подожди, а Чак Норриса, это кто тогда, ЦРУ был, что ли? Да. Понял. Понял. Потому что там идет тренировка, да? То есть ты приходишь, ты качаешь герои, ты тренируешься, ты изучаешь карту, и потом свергаешь государство, правильно? Правильно. Другой страны. О! Соседний. Понятно, понятно, да. Да. Это еще один террористический лагерь. Абсолютно. Подготавливают террористов. Поэтому нужно прослушать и там все сообщения. Вот, в играх. Абсолютно правильно. Я на 100% с ними согласен. В его онлайн, по-моему, там очень большой черный рынок. Поэтому там вообще, блин, знаешь, торговля оружием просто развито. Незаконная, кстати. Да, ну там еще, там есть торговля наркотиками и так далее. Ты вот переводил налоги с продаж? О, видишь? А у меня там только потери были. Я пытался там завербоваться, но ты знаешь, меня просекли. Видимо, шпион из меня никакой. Это так все смешно выглядит. С экстрадой. Я знал, что, наверное, кому-то печально. С другой стороны, с одной стороны, простите, ты просто немерено. Ничего, скоро буду следить за этой. Clash of Clans. Кстати, да. Точно. Вот. Кстати, да. То, что я играю, игру, она очень, она очень, очень подходит. Очень. Вот. Но, слушай, я не знаю, это какие где-то... Дебилизм – это, наверное, самое мягкое слово, которое я могу только, знаешь, высказать. Я не знаю. Серьезно? Я, в принципе, понимаю, потому что в Америке, конечно, свои приколы с этим делом. Конечно, там я уверен, что никто особо не следит. А может, и следят, но, господи, намного слишком сложно. То есть, рациональному мышлению это не поддается, чтобы... Возможно, мы и отстали от времени. Возможно, наше рациональное мышление уже стало нерациональным. Есть намного проще способы все это делать. Зачем какие-то игры, еще чего-то... Зачем? Ну, 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 нару о проще все это можно делать. Так интереснее. Ну, так. Ну, смотрите, командир говорит, что надо передать тайное сообщение. Говоришь, да, сэр. Пошел, блин, наебнул часов 8 в Валькрафт. Ну, по-режиму, да. Хорошо провел время, задание выполнено. Да. Это... Честно скажу, это уже... Дебилизм на грани фантастики. можно даже сказать фантазии в зависимости от игры я думал в call of duty вообще может быть там же люди натренированы они уже привыкли помирать думают что помрут и респан вот он у них будет не волнуйся чувак прицепи этот мешок взорвешься потом респан на базе будет прям как в игре с девственностью я иногда это читаю соберкет очень любит спамить комментарии со всей пропагандой антироссийской я это периодически натыкаюсь иногда читаю вот и я просто не могу у меня мозги просто это не переваривают я я я уже настолько отстал от этой жизни зажрался они понимают зачем это те способы есть намного проще намного лучше ну чё вы паритесь чё вы разыгрываете театр пусть путин выйдет скажет у нас теперь тоталитарный режим а я теперь царь-батюшка до конца света и все возрадуются зачем париться чуть чуть нет еще страшно здесь борется с терроризмом ничего не читаешь статью здесь борется с террористами да я понимаю тут то что вы вытискать все всем конец все что не париться чувак то думать не надо а там надо думать там будет страшно тоже не надо первый канал работает отлично я не понимаю этот клоунаду в россии но я просто не помню прикольно конечно но очень смешно читать с этой стороны это просто нашу ха 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 просто будем кататься из попова знаешь еще немного накатись дунать и мы просто здесь будем знаешь можно просто весь подкаст посвятить этому комедик клуб знаешь а вот но я люди явно согласны никто с этим особо это там мой мочат не согласных помаленьку одного одного другого третьего и все нормально не знаю ни о ком не слышал вот я про то что вы паритесь мне мне так жалко российское государство столько энергии уходят просто я не знаю да попусту они могут какие-то там законы регулировки еще чего-то не хорошо штрафы я понимаю знаешь ну не в россии реально блин насколько я понимаю в россии ментам реально не доплачивают там что ловить там хотя принципе с такими законами ловить муж каждого принципе ну прикидывал поймал поймал ты блин вот негодяя да а он каким-то интеллигентом оказался вот не за что зацепиться вот тут буквально не за что зацепиться прикидываешь да а тут херакс блин открываешь его лоту видишь варкрафт ну сразу понятно террорист передавал шифрованное сообщение честное слово бирюльки играют как путин сказал котлеты отдельно мухи отдельно государство отдельно все стадо пощется государство пилит бюджет все занимаются своим все зачем оставьте людей в покое это действительно оставьте их в покое сидите пилите бюджет пилите дальше пристали не будет не будет никто ничего объявили у нас тоталитаризм теперь будет все хорошо до конца света все все счастливы тоталитаризм это как капитализм но только лучше окей круто капитализм 2.0 да да и я я не хочу париться тоталитаризм тм да трейдмарк россия тм чё париться ну ты перед кем что финансируете там всякие группы за границей политиков штажируете продолжайте ну кто мне дает ну чё вы дома концерты разыгрываете народ и так счастлив не трогайте его хватит объявите уже поставьте большой фэрвол закройте все объявите тоталитаризм и все все будут счастливы вот он начинается давайте мониторить их дайте людям люди ту-ту водки закидывались легализуйте марихуану пусть играют варкрафт окей все проблем не будет а еще откройте кефси все проблем не будет после этого вообще никакие нет кто чем все водка трава и варкрафт да кому что нравится да посмотрите на канаду если воруют намного меньше намного меньше совсем намного меньше он не будет туда идти вот но в принципе посмотрите возьмите канадский пример отделитель государства народа дайте народу все пусть они там закидываются чем хотят и все я статью упакую пусть он там зарабатывает сделайте канадские по меньшей мере канадские значит а подожди канадские налоги наверно тоже будет низковато да ну какая разница когда они там уже закинутся всем чем навалило там уже пофиг будет какие налоги да все проблемы так легко решаются тем более в россии там не здесь там проще проблемы решаются народ не шокирован там убийствами журналистов лишение демократии беззаконицей народ привык к этому делу так уже сделайте это понятно вот мы здесь сидим и пилим деньги а вы там вот идите туда своим делом занимаетесь там налоги платить и короче не спрашивать дурацкий вопрос что такое свобода слова демократич я не всякая старая остальная херня да и и и по-любому не зачем просто википедию на российскую версию блин от самая правда эти те что демократа демократия это миф свободы словами не тем путем не тем я уверен что у гранд-план есть кривой дорогой я бы сразу накрыл чтобы не волнуйся надо надо меня выбрать в правителя россии я бы там быстро все устроил я там все же стражей пути пути путина неисповедимы вот у нас осталось девять минут так что давай прочитаем мантру на ночь о мантра канада великая страна мне сегодня утром сказали что на самом деле кобек является столицей чего ну как зеленой столицей северной америки сразу после амстердама а дальше в честь апреля двадцатого 420 это здесь большой праздник любителей зелени так что поздравляю еще раз я сейчас погоду гулял проходил мимо бара вот и я сделал пару фотографий снайпер выставил в twitter забавные фотографии типа заходи и курить траву как начальник дату одно было из надписи на 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 баре часть это много не надо да чё париться да ты здесь счастливы что я думаю может быть сильно слинять на это в кубик на зиму напарный 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 на может быть как-нибудь жены избавиться как-нибудь собраться не по маленькой компании и поехать ближайшая баня как раз кубик не наверно в торонто может быть но я думаю по мне то там чересчур все индустриализована а стоп у нас здесь есть баня в детройте русская баня в детройте но все надо сходить так ладно давайте писи от пессимизма чему оптимизма вот тоталитаризма люди еще раз призываю заходить на сайт пишите комментарии в арарат я жду присылайте обсудить давайте кто-нибудь уже проволонтирте нужно исправлять части веб-сайта сперва по частям потом пардон целиком надо как-то поделности сначала целиком потом по отдельности а потом все вместе да потому что реально нам надо немножко сайт налаживать чтобы были чёткие кнопочки пожертвовать денег чтобы они работали хорошо везде да надо как-то вот более так чтобы все это были делом потом например Например, то, что я много подкастов назад говорил, давайте соберем, значит, лист лучших подкастов. Лист у меня есть, никто там никак не шевелится. Люди, давайте, давайте, собираемся, собираемся, все мы делаем. Мы делаем наше, вы делаете ваше, ну, вот так вот двигаемся вперед, понимаете? Идея-то хорошо, нам нужна команда, окей, команда. Поэтому давайте команда. На самом деле, хотелось бы участие, просто как бы... Поучаствуйте в этом подкасте активно. Поэтому давайте, собирайтесь, пишите. Мне было бы очень приятно. Знаешь, увидеть отдачу, отдачу, потому что... Да. Мне было бы очень тоже приятно. Ну, за исключением некоторых индивидуумов, в частности, например, как снайпер. Вот, то... Да, от него отдачу никогда не приятно видеть. Но он не был первый. Потому что работает снайпер. Шутка не состоялась. Ладно. Да. Нет, почему? Он иногда мотивирует. Я помню, блин, такие прекрасные сиски. Я до Вензора так быстро доехал, это просто жуть. Сволочь. Ну, а все остальное, да, заходите, пишите, участвуйте. Я появляюсь в комментариях. Сайберкет меня очень много радует. Снайпер тоже радует. Иногда присылает видео. Вот. Так что давайте... Комментарь нам надо будет переделать. Как-то не очень красиво выглядит. Там что-то... Нет, понимаешь, вот... Нет, нет. Нет, вот так вот. Нету там вот этого вот. Вот то, что вот... Да. Ладно. Так что да. Заходите, участвуйте, тыкайте на кнопки всякие там... Ну и тому подобное. Вы поняли? Да. Вот. И помните, у меня здесь про списание сходит на нет, поэтому присылайте, обсудите. Вот. Темы разные. Минусуют, плюсуют. Какая разница? Главное участие. Я ваше имя запомню по-любому. Вот. Потому что перед тем, как стереть, я все равно прочитаю ваше время. Имя. Ну и время тоже. Я жду примерно месяц с негативными обсудителями. Я даю время, чтобы люди опомнили, посмотрели. О, возможно, это хорошая тема. Я даю время. Ну ладно. Да. На этой Жениной ноте. Заднее слово. Ёлки белёные. Паркет. Ты сказал «Ёлки зелёные». Нет, это такое, знаешь, слово-наполнитель. Это как консерванты в еде. Презервативы. Ну или как в Северной Америке это называют. Презервативы. Это твоё финальное слово. Нет. Во. Демоны. Это моё слово. Ну всё. Всем любви, счастья, здоровья. Выслушавшись на следующей неделе. Пока.